Бонум в переводе с латыни добро или благо Так называется данская компания, которая занимается производством цистерн Всего за несколько лет существования компания добилась серьезных результатов По количеству проданной продукции сегодня Бонум занимает пятое место в стране Такого успеха за минимальный промежуток времени компания добилась благодаря качеству продукции Трудолюбию, квалифицированного персонала и амбициозному подходу руководства к организации работы Мы всегда для себя выбирали, ставили сложную задачу, как говорил Генри Форд Всегда идти по сложным пути, не встретишь там конкурентов Вот я считаю, что это наш успех Мы полностью все делаем в рамках одной компании Начиная от закупки, заканчивая продажей, эксплуатацией и гарантийного ремонта Мы сами занимаемся закупками, мы работаем напрямую со всеми поставщиками Даже с крупными комбинатами по поставке металла Мы тщательно отслеживаем каждый полки, который устанавливается на нашем поле процента Основная цель визитной карточки – это высококачество Единственное, чем можно сегодня заманить потребителя – это высоким качеством Все остальное ему уже не интересно На заводе трудится больше ста высококвалифицированных специалистов В конструкторском отделе на новейшем программном оборудовании рождается макет будущей цистерны Затем рабочие приступают к воплощению проекта в жизнь Вальцовочная машина гнет металл Все пропорции заготовки уже заложены в программу Потому станок выдает нужные детали – так называемые обечайки Секции, из которых состоит сама цистерна Самая ответственная работа предстоит сварщикам За качество шва каждый отвечает лично А как иначе, большинство цистерн предназначено для перевозки огнеопасных грузов И малейший брак в работе сварщика может обернуться чрезвычайной ситуацией Каждый сварщик в нашей компании несет персональную ответственность за качество своего шва Соответственно, каждый шов маркируется его фамилией Для того, чтобы в дальнейшем можно было при проверке определить, кто точно выполняет свои технические требования Но, как правило, этот метод нам уже дал практически стопроцентный результат Когда при опрессовке на дальнейших этапах бочки Мы практически не имеем каких-то скрытых дефектов И бочка стопроцентного качества попадает уже на дальнейшую сборку После того, как сварочные работы окончены Необходимо проверить цистерну на герметичность Чтобы оценить качество сварочного шва Цистерну заполняют водой Если дефекты не обнаружены – следующий этап проверки В емкость под давлением заходит воздух Швы покрывают специальным материалом Если шов ненадежен, на месте брака выступают пузыри И цистерну отправляют на доработку На герметичность влияет и качество металла Поэтому завод закупает только высокопрочные материалы На этом контроль качества не заканчивается На завершающих этапах производства цистерна проходит, можно сказать, медицинскую диагностику Рентген и УЗИ Этот метод позволяет выявить скрытые дефекты В сварочном шве могут образоваться микропоры Которые в процессе эксплуатации вызывают коррозию Одна из самых важных деталей полуприцепа – шкворень Ось, которая соединяет цистерну с тягачом Если шкворень некачественный, велика вероятность потерять цистерну по дороге У этих цистерн шкворень надежный Впрочем, как и все остальные детали После того, как конструкция готова, ее отправляют в дробеструйную камеру На нашем заводе применяется технология подготовки поверхности будущих прицепов С помощью обивки дробью Оператор дробеструйной остановки вот такой дробью Полностью обрабатывает всю без освещения поверхность будущего прицепа Который идеально подходит для дальнейшего покрытия лакокрасочными материалами Дробеструйная обработка, другими словами, обработка дробью Увеличивает срок службы изделия Повышает прочность и улучшает внешний вид Технология недешевая Потому редко применяется в грузовом автомобилестроении Бонум за качество отвечает Дорожит своей репутацией И каждая цистерна проходит через дробеструйный поток После выхода из ангара цистерну покрывают лакокрасочными материалами Предварительно обезжиривают, шпаклюют и грунтуют цинковым составом Это тоже защита от преждевременной коррозии Окраска проходит в два этапа Гарантия три года Краски у нас используются полиуретановые Которые очень хорошо защищают полуприцеп от химических каких-то воздействий И от окружающей среды От перепадов температур, ультрафиолетового излучения Поэтому за качество окраски мы даем гарантию Цистерна почти готова Осталось лишь немного доработать внешний вид Собирается полностью ящик То есть прикручивается дверца ящика Устанавливается на прицеп оси Последовательно крылья к этим осям Пеналы Полностью собирается верхняя часть прицепов Трап там, поручни и так далее Всего порядка двухсот номинований позиций Устанавливается на этом участке Срок службы такой цистерны В зависимости от способов эксплуатации Доходит до 20 лет Бонум производит цистерны объемом от 28 до 48 кубических метров Весят изделия больше 8 тонн Каждая цистерна, выходящая из стен завода Адаптирована к российским реалиям Погодным условиям, грунтовым и неровным дорогам Отсюда донские цистерны Отправляются работать на юг и даже на Урал 300% производимые наши продукции 22% продается в южно-федеральном округе И из 22% 55% занимает Ростовскую область То есть больше половины О чем это говорит? Это говорит о том, что очень высокий потенциал в Ростовской области Тот вид продукции, который мы продаем Это полупрецепы для перевозки цемента, битома и бетина Это напрямую связано с экономическим ростом региона Это строительство, это сельхозтехника, это уборка полей На этом производитель останавливаться не собирается Перспективы развития уж очень высоки В скором времени линейку производства расширят Начнут выпускать алюминиевые полуприцепы Для перевозки пищевых и химических продуктов Завод увеличит мощности и расширит свои границы На всех готовых полуприцепах у нас есть наклейка Которую мы с гордостью клеим Что продукция наша обладает сертификатом Сделана на Дону Эта сертификация добровольная И повлиять на то, что дадут тебе этот сертификат или нет Это просто невозможно У завода уже есть сертификаты Новинка года и 100 лучших товаров Дона и России В этом году компания Бонум приняла участие В добровольной сертификации Сделана на Дону После нескольких этапов проверок и аудита Донской знак качества заводу присвоен по праву Предприятия все больше проявляют активность в участии в данной системе Потому что система на сегодняшний день приобрела определенную популярность Среди потребителей не только нашего региона, но и других регионов Об этом свидетельствует и количество запросов, которые поступают в наш адрес От органов, федеральных органов власти, от других, из других регионов На предмет возможности приобретения продукции донских производителей Со знаком качества сделанного на Дону После прохождения всех этапов контроля У заготовой цистерни по праву присваивается знак качества сделанного на Дону Наша программа подошла к концу С вами была Далина Горлова и Дмитрий Романченко До встречи Субтитры создавал DimaTorzok